Добрый вечер! Это Good Night Show. Меня по-прежнему зовут Валерий Житков, и я хочу посвятить сегодняшний замечательный вечер уходящему, очень интересному 2020 году. Уж очень он был интересным, очень был насыщенным, очень богатым на события, и как бы такое ощущение, что как бы и хватит, да? 2020 год как-то со старта резко начал, да? Если в прошлом году самым обсуждаемым катаклизмом был пожар в соборе Ноттердам, то 2020 прям начался с того, что загорелась Австралия. Она как бы до этого каждый год горела, но в этом году как-то это преподнесли по-особенному, да? На таком информационном взрыве сразу оживились всякие фонды, давайте соберем деньги на помощь коалам. Откликнулось много людей по всему миру, это было в январе. Я полностью поддерживаю помощь животным, но где-то в июле, просидев полгода на карантине без единого концерта, я задался вопросом, а теперь коалы не хотят немного скинуться? Да, я комик, мне нужно быть актуальным, я записал видео на тему вируса, и вот что выяснилось, помимо карантина, масок и антисептиков было выявлено еще одно, самые надежные средства от пандемии. Я это понял из комментариев к моему видео. Итак, лучшая защита от коронавируса, нельзя шутить про коронавирус, ни в коем случае. Причем то, что я говорил со сцены, это было максимально аккуратно и корректно. Типа, есть ощущение, что шумиха вокруг вируса немного преувеличена. В голове я считал, что весь этот вирус это полная чушь, никакой пандемии нет, и что в этот раз фармацевты сговорились с масонами, инопланетянами и моей бывшей. Да, но даже в таком мягком виде это все равно возмутило общественность. Присылали статистику, сколько заболело, сколько не выздоровело, как можно смеяться над тем, что стало причиной чьей-то смерти. Послушайте, люди умирают по разным причинам, к сожалению. Так получается. Давайте будем молчать про наркотики, про алкоголь. Запретим упоминать аварии на дорогах. Каждый день десятки подростков совершают самоубийства. Давайте запретим песни про любовь. Каждый год 50 тысяч человек умирают во время секса. Давайте почтим их память минуты воздержания, да? Мне твердят, ты выступаешь по телевизору, и это может оскорбить чьи-то чувства. А вы в курсе, что само по себе телевидение — это оскорбление чувств слепых? Прям сильное оскорбление. Особенно, когда они узнают, что для глухих там иногда переводят. Фломастеры оскорбляют чувства дальтоников. Спорт оскорбляет чувства всех, кроме чемпиона. Нельзя шутить про вирус, нельзя шутить про женщин, про расы, нельзя про геев. Что интересно, на мои шутки про геев мои знакомые геи не обижаются. Они говорят, вот это прикольно, это такая себе, да? А тут ты вообще не в теме, давай я тебе покажу, как ты. За мои шутки про геев меня критикуют натуралы, которые решили встать на защиту геев. За мои шутки про религию на ютубе меня критикуют люди, которые зарегистрированы в сети, которая на 99% состоит из явно не библейского контента. Ваш онлайн, переходы по ссылкам, клики, комментарии поддерживают это все. Я читал, вы пособники греха. Учить им отчасти. Натуралы заступаются за геев, грешники за верующих, да. То есть, что обидно, а что нет, решают не объекты шуток, а посредники. Ребята, хочу вас всех послать лесом, я буду общаться только напрямую. Что касается шуток про коронавирус, у него был шанс со мной расквитаться. Но он, видимо, не обидчивый, потому что мы с ним разошлись по-мирному в самой легкой форме. Так что моя теория о том, что шутка над проблемой уменьшает проблему, теперь подтверждена одним практическим случаем. Знаете, все такие ранимые стали как-то, вот, да, этого так нельзя называть, этого так, да. У нас у всех в детстве были клички. И мы не сами их себе выбирали. Их нам выбирали добрые друзья, которые вообще не спрашивали, нравится тебе или нет, да. Если ты рыжий, ты рыжий. Если толстый, толстый. Если очень толстый, жирный. Меня в школьные годы называли сова. Это никак не связано с мудростью. Просто пару раз после школы я лег поспать, за мной зашли друзья. И, соответственно, раз в пять днем, значит, сова. Мне повезло с кличкой. Я считаю, мне очень повезло, потому что были и совсем другие случаи. Уже работая в офисе, как-то после выходных, видимо, в феврале это происходит, кто-то вернулся с малой родины и в курилке рассказывал земляку о том, как прошел вечер встречи выпускников. Ну и в разговоре в стиле, там, Сашка Ботан был, да, а Ленка Лыжа была, там, а Петя Грыжа был, ну, вот эти все, да. И так далее, в принципе, ничего особенного, пока не прозвучал вопрос, а Сережа Сифилис был? И они как-то спокойно, да, типа, с женой пришел, там, они там, я говорю, тихо, секунду, подождите, Сережа Сифилис. Они говорят, ну да, типа. Я говорю, если не секрет, какова история происхождения этой клички? Ну, это, говорит, очень интересная история. Первый курс, институт, лекция по безопасности и жизнедеятельности. В аудитории весь поток, четыре группы, и преподаватель, старенький дядька, решил завоевать молодую аудиторию на первом же занятии и как-то плавно перешел к тому, что помимо ядерной войны и эпидемии, людей могут, там, напугать и, там, угрожать им могут и вполне бытовые вещи, например, сифилис. Естественно, при упоминании этого слова в аудитории возрастом 17-18 лет раздались смешки, на что преподаватель заявил, да, вот вы смеетесь, а сифилис – это такая беда, которая может постучаться в каждый дом. В этот момент раздался стук в дверь. Опоздавший студент сказал, можно войти, да, и с этого самого момента и по сей день имя этого студента не просто Сережа, да, а Сережа – сифилис. Сейчас времена поменялись, и толерантность вышла в этом году на совершенно новый уровень. Американская киноакадемия определила квоты для фильмов на «Оскар». Темнокожих, геев, там, их должно быть в фильме больше с каких-то процентов. Женщин, кстати, поставили в тот же ряд, меньше с меньшинствами. Да, потому что все эти люди не такие, как все, их жутко ущемляют, и они отстаивают свои права. Да, безусловно, это так, но если на то пошло, все люди не такие, как все. И каждого из нас в чем-то обязательно прямо ущемляют, да. Кроме рас, национальности, религии, ориентации. Есть масса вещей, в которых мы друг на друга не похожи, и в которых мы друг друга напрягаем. Вот прямо с самого безовидного, да, я начну. Часть людей – жаворонки, часть – совы. Вот я сова. Мне интересно, кто пишет эти статьи, что человеку для того, чтобы выспаться, в среднем достаточно шесть часов. Я, видимо, выше среднего, потому что за шесть часов я высыпаюсь где-то вот досюда. Права сов ущемлены на всех уровнях. Все рабочие графики подстроены под жаворонков. Если ты сова, выбор профессии по душе невелик. Ночной сторож, диджей, сексуальный маньяк. Я уже не говорю про пьющих сов. Их вообще загнали в угол. Почему пьющий жаворонок может купить алкоголь в 10 утра, а пьющий сова после 23.00 в период своей максимальной активности? Не может. Не нравится вам такая претензия? Ловите другую. Я овен. И я считаю, что овнов ущемляют. Да. Потому что овны в списке первые. И когда я еду в машине, и по радио начинается прогноз, пока я соображаю, что это гороскоп, там уже протельцов. Я каждый день пропускаю важную информацию. 11 знаков зодиака знают, что сегодня ждет, с кем общаться, чего опасаться. А я нет. Я в проигрышной ситуации. Гитлер был овен. И 100%. Он просто пропустил по радио свой гороскоп на август 39-го. И начал вот это все, не зная последствий. Ладно, я не верю в гороскопы. Но есть же другие овны. И все это наверняка оскорбляет их, тех, кто верит в придуманных животных на ночном небе. И самая главная несправедливость, которая меня гложет, почему до сих пор никто не пытался отстоять права высоких людей? Все стандарты жизни в этом мире разработаны под средний рост. Все, кто выше, ребята, это ваши проблемы. Почему мы не бунтуем? Нам неудобно жить на этой планете. Нас притесняют. В буквальном смысле нам тесно тут жить. Все вокруг ниже, короче, уже, чем тебе надо. Одежда, помещение, кровати, столы, стулья, не знаю. Если вы среднего роста не понимаете, о чем я, придите домой, сядьте на корточки. Удобно? Мы так сидим на стульях. А теперь поставьте на пол тарелку с борщом. Это стол. И попробуйте ложкой донести до рта хотя бы половину. Потратишь калорий больше, чем получишь. Это причина, по которой высокие люди худые. По крайней мере, высокие дети, взрослые, как видите, приспосабливаются. Для нас высоких тиран не только Сталин, но и Хрущев. Потому что жить в помещении, где ты не помещаешься ни вертикально, ни горизонтально, это пытка. А транспорт? Самолеты, в которых мне нужно складывать колени либо так, либо вот так. Знаете, какое лучшее место в маршрутке? Нет, не возле водителя. Под люком. Только под люком высокий может расслабиться. Поезда — это вообще ад. Если я еду в плацкарте, единственный выбор, который мне оставили разработчики полки, это я могу для себя решить, что у меня сегодня будет свисать. Ноги или голова, да? Я обычно выбираю ноги, чтобы хоть как-то отыграться на нормальных, которые в темноте решили сходить в туалет. Ага, один, ага, второй. В купе еще хуже. Там ты ложишься враспор между окном и дверью, как пружина. И твой позвоночник всю ночь пытается не сломаться. Что на наших рельсах довольно непростая задача. Но вообще я считаю, что железная дорога должна делать высоким людям скидки. Потому что это же мы для всех ваших пассажиров спускаем сверху матрас. Вы сделали вагон, в котором человек, помещающийся на полке, не может достать себе матрас. Потом закидываем чемодан. Единственная благодарность, которую я слышу от них ночью, это... Потому что я-то не сплю, мне надо следить за позвоночником. Мелкие, вы же даже не просите нас о помощи. Вы просто смотрите на матрас. И такие, мол... Действуй, Валера. Некоторые для пущей убедительности еще делают вот так. Окей, представь, короткий, ты стоишь рядом. Я уронил телефон или что-то еще. И такой тебе. Подними, тебе же ближе, да? Не нравится, я думаю, такое, да? Высокие дети, это же самые зачуханные дети в школе. Это сейчас в моде подстрельные джинсы. Я хипстером был лет с 13. Плюс школьные клички. Обидно же слышать свой адрес. Это дыл, да жираф, шпала. Особенно, когда тебя так называют всякие гномы, там, карапузы и полторашки. Реально, высокие люди живут, как белоснежка в домике гномов. Только с той разницей, что нас отсюда не заберет никакой принц в замок с высокими потолками. Вот эти душевые лейки в отелях на высоте подбородка. Ступени, на которых не помещается твоя нога. И вот еще что, дорогие владельцы ресторанов, кафе, кинотеатров. Писсуар ниже колена – это очень сложная мишень. Так что не обижайтесь, да, если что не так. Вся медицина на средний рост. Знаете, в какой позе я делаю флюорографию? Я присаживаюсь. Потому что если я не присяду, мне просветит кишечник. А знаете, как я присаживаюсь? Вот так? Нет, не так. Так не получится. Потому что прутся колени. Чтобы понять, как я присаживаюсь, подойдите дома к стене, прислонитесь к ней грудью и присядьте так, чтобы она не отрывалась от стены. Это что-то вот такое. Это почти балет. Ниже, еще ниже, еще ниже. Стоп. А теперь не дышите. Да блин, я уже две минуты не дышу. Давай фотографируйте. Мне делали операцию небольшую, в носу, но, видимо, правила для всех операций одинаковые. Говорят, снимите все и наденьте халат. Мне дали одноразовый халат. Трусы мне разрешили оставить, чтобы, да, не было соблазна. В конце концов, все мы не вечные. Я так подозреваю, что и в этот трагичный момент, как всегда, не найдут нужный размер, да, и мне придется в последний путь лежать либо вот так, либо вот так, либо голову на бок, потому что люка там, я так понимаю, нет. Я высокий, я такой родился, и это неудобно, это дорого, да, и я ничего не могу с этим поделать. Я не могу сбросить рост. Это как цвет кожи, как национальность. Почему с нами не считаются? Не, мы не требуем льгот просто так. Мы можем что-то приложить взамен. Например, там, вы поднимете там потолки, удлиняете кровати, там, добавляете пространство между пассажирскими сиденьями. А мы взамен опустим баскетбольное кольцо, там, сантиметров на двадцать. У нас больше ничего нет. Что должно случиться, чтобы нам, как в Америке, тоже можно было безнаказанно громить магазины? Мы бы тоже с удовольствием смели там все, по крайней мере, с верхних полок. Это высокие. А у низких свои проблемы, у полных свои. Есть рыжие, есть холерики, есть флегматики, есть дальтоники, есть клаустрофобы. Давайте для этих поставим отдельные светофоры, для этих увеличим площадь лифта до сорока метров. Я к тому, что, господа особенные, не надо чувствовать себя уж очень особенными. У каждого человека есть, что предъявить остальным. Мы можем поднять толерантность на такую высоту, падать, с которой будет очень больно, независимо от роста, цвета кожи и ориентации. Все более модными становятся телепрограммы, где раскрывают таланты детей. Пение, танцы, какие-то там штуки. То есть, в общем, передачи, главной изюминкой которых является использование детского труда. Вас не бесят дрессированные дети? Вот те, что в 7 лет ведут себя на сцене, как будто у них за спиной 3 театральных вуза и 75 лет в областной филармонии. Правильно держат микрофон, знают, как дышать. Куда, в какой момент песни махнуть рукой. И это мудрость в глазах. Первый тайм мы уже отыграли. Вот такого роста, да. Это же не дети. Это карликовая порода народных артистов, выведенная на потеху взрослым. Но детей тянут во все возможные места. Это работает. Это работает так же, как изображение полуголых красавиц в рекламе. Но с той разницей, что полуголые красавицы сами принимают решение, в чем участвовать, а с детьми иначе. Решение за них принимают родители, руководствуясь своим мировоззрением. В мае 1212 года у французского пастушка Стефана было видение. Ему явился Иисус лично и назначил его главой нового крестового похода. Участие в котором должны были принять лишь дети, чтобы без оружия с именем Божиим на устах освободить Иерусалим от неверных. До этого уже были крестовые походы. И тут как бы по сценарию шоу «Голос» — крестовый поход дети. Наверное, родителям юных крестоносцев стоило бы хоть на секунду задуматься, как именно вооруженные до зубов сарацены растеряются и разбегутся при виде толпы детей. Но зачем думать, когда детишки в костюмах крестоносцев — это так мило, да? Бред пастушка собрал не менее 30 тысяч детей по всей Европе. Они пешком дошли до Марселя, где, согласно видению, море должно было раступиться. А там до Иерусалима, там около трех тысяч километров. Дети любят гулять. Как вы думаете, чем все закончилось? Да, просто. Ладно. Кто считает и уверен в том, что море раступилось, и дети взяли Иерусалим? Иерусалим. Никого. Странно, да, почему-то. Может, это был знак «свернуть все», да? Но идиоты так просто не сдаются. Пастушок, которого к тому моменту считали чудотворцем, почти святым, он договорился с торговцами насчет нескольких кораблей. Детей набили туда, как в маршрутку, в 7 утра, и отправили, значит, освобождать Иерусалим. Мобильников не было. Все стали ждать. Ждать пришлось достаточно долго. Только через 18 лет в Европу приехал какой-то священник, который рассказал, что торговцы привезли 30 тысяч детей в Алжир и продали в рабство. Пастушок и Иисус от комментариев отказались. Я к тому, что не надо пихать свое чадо во взрослые мероприятия. Дайте ему насладиться детством и самому решить, в каком костюме и в какой город он пойдет. Несмотря на все катаклизмы и эпидемии этого года, население планеты выросло еще на 100 миллионов человек. И да, вот так получается. Никакие вирусы нам не страшны, и это из занимательной статистики перерастает в преддверии катаклизма. Я не силен в научных вещах, но, возможно, увеличение численности населения можно приостановить, если немножко приостановить рождаемость. Может быть, эти вещи как-то связаны. И у меня есть план, как всегда. Я не хочу обижать адекватные многодетные семьи, но, как показывает статистика, большинство многодетных семей далеки от образа идеальной ячейки общества. Многодетные семьи можно разделить на два типа. Когда оба родителя хорошо зарабатывают, и когда оба родителя хорошо пьют. Или один пьет за двоих. Как бы это, ну... Так вот, я не вижу морального права запретить пьющим рожать, но мы можем попробовать зайти с другой стороны. Мы можем запретить пить тому, кто родил. Мне кажется, это гениально. При покупке алкоголя у нас проверяют паспорт, да? Но теперь мы проверяем другую страницу. Новое правило. Есть дети, нет алкоголя. Мне кажется, под угрозой запрета алкоголя решение завести ребенка будет просто пипец, каким нереально обдуманным. Количество населения уменьшится, качество населения улучшится, потому что в непьющей семье на детей найдут и время, и деньги, да. Детские дни рождения действительно станут детскими. Разве это не здорово? Я знаю, чем вы сейчас заняты. Вы вспоминаете среди своих знакомых кого-то бездетного, через кого вы будете добывать алкоголь. Да, звучит как решение проблемы, но представьте, что вам сегодня позвонил друг и говорит, слушай, я до 11 не успеваю в магазин, купи мне 6 банок пива. Я после двух ночи заеду, заберу. Ну раз, два, на третий раз вы ответите, что тоже не успеваете, да. На четвертый у вас нет денег, а на пятый просто не возьмете трубку. И потом где-то через 15 недель напишите ему смс, ой, извини, я что-то, да, только увидел пропущенный, да. Мы очень быстро расстаемся с друзьями, которым от нас регулярно что-то нужно. Так что схема друг купи, она будет работать не всегда, и тем более, как показывает практика, чем больше у пары детей, тем меньше у пары друзей. Есть еще вариант алкаши у супермаркета, да, которые наверняка будут прилагать свои услуги, но алкоголик не лучший посредник между твоими деньгами и бутылочкой твоего коньяка. При запрете алкоголя для родивших, да, женщин будут охотнее брать на работу. Вы понимаете, о чем я? Чем бы ни занималось ваше предприятие, бухгалтерия в вашем предприятии каждую пятницу занимается одним и тем же. Нет ощущения, что календарь профессиональных праздников специально составлен под бухгалтерию. День экономиста, день финансиста, день бухгалтера, день международный, день финансиста, бухгалтера. И все эти праздники почти религиозные. Ходить на работу можно, но работать категорически нет. Вот такая есть идея, да. Ну, год почти закончился, знаете, но интрига еще держится. Я жду 31 декабря. Прям вот с нетерпением, знаете. Вы заметили, что каждый год президенты начинают свою речь с фразы «этот год был тяжелым». Мне очень интересно, что прозвучит в этом году. Мне интересно, кто из президентов, провожая 2020 год, год первым скажет «Матюк». Мои ставки на Японию, да. У них Новый год наступает раньше всех. В общем, давай 2020-й, давай, счастливые дороги, иди с миром и никогда не возвращайся. Всех с наступающим. Это было «Гуднайт-шоу. Добрых снов». Спасибо большое. Добрый вечер. Меня зовут Валерий Житков. Это «Гуднайт-клаб». Интересное место, где собираются интересные люди и говорят на интересные темы. Стендап в Украине набирает популярность, и на сегодня «Гуднайт-клаб» по факту первая открытая телевизионная площадка, на которой может оказаться любой стендап-комик. Для этого ему нужно всего ничего. Во-первых, понравится мне. Это важно. А во-вторых, показать свой интересный взгляд на заданную тему. Тема сегодняшней программы – социальные сети. Мы поговорим о том, какая от них польза, какой вред, что они дают, что забирают. Под ваши громкие и бурные аплодисменты приглашаю на сцену «Гуднайт-клаб» первого комика Антона Тимошенко. Добрый вечер, всем привет, хорошего вечера вам и мне. Так, соцсеть. У меня девушка жалуется, что я не умею делать эти красивые фотки в Инстаграм. А я вообще не умею делать фотки в Инстаграм. Я умею делать фотки на память, понимаете? В Инстаграм нужно делать фотку на зависть. Нам не нужна фотография, которая понравится подружке Ксюше. Нам нужна фотография, которая сломает ей жизнь. Чтобы Ксюша ставила лайки в слезах. Ксюша должна за тебя в Инстаграм смотреть фотки, а выйти и смотреть себе психолога. Так устроено? Это социальная сеть. Из-за Инстаграма мы не ценим то, что у нас есть. Мы ездили с девушкой на Мальту, что неплохо. Она зашла в Инстаграм на Мальте, увидела наших друзей, которые отдыхали на Гавайях. И все. Отдых на Мальте закончился. Отдых на Мальте превратился в отдых на Негавайях, Антон. Пошли на Негавайский пляж, поплаваем не в Тихом океане. Единственное, что спасало, это друзья, которые поехали отдыхать в Бердянск. Хэштег Бердянск просто спас наш отдых тогда. Люди готовы на все ради лайков. Мы видели парочку, которая фотографировалась прямо на краю скалы возле Голубого Грота на Мальте. Мы-то не фотографировались, потому что Грот. Для меня Грот, впадина, обрыв, не название, а фотозоны, понимаете? Я люблю фото подальше от опасности, на ее фоне там. Вот где-то там Голубой Грот, где-то там какие-то скалы, где-то там хороший дорогой ресторан. На него отличный дезмокдомница, Марина. Что такое? Все же нормально. Я замечаю, что фотографии в опасности в соцсетях набирают часто больше лайков. Там на краю скалы, там с какой-то змеей человек фоткается. Я подумал, если твоя фотография на краю скалы набирает больше лайков, чем твоя обычная фотография, это значит только одно. Люди просто подталкивают тебя это сделать. Давай, Антон, если прыгнешь, вообще репост будет. Самое сложное в фотках, это сделать фотографии возле церкви, потому что церкви красивые и высокие, и ты либо обрезаешь купол церкви, либо ей ноги. Просто решаешь, что тебе важнее. Я обычно выбираю Бога. Девушка жалуется, Антон, ты обрезал мне ноги. Да, зато мы не сгорим в аду, да, по-моему. Честный бартер. Честный бартер. Слушайте, я замечаю, что я захожу в Инстаграм просто проверить, насколько хуже остальных людей я живу. Вот зачем мне Инстаграм. Все богаче, чем я, все успешнее, чем ты, все красивее. Я думаю, даже если бы Бог взошел в Инстаграм, бы такой, ого, я тоже хочу так жить, ничего себе. Селена Гомес, 26 лет, 130 миллионов фолловеров. У моего сына в 32 года было 12. Как она? В Инстаграме есть страничка батюшка онлайн. Это правда, очень удобно. Можно из Петаса в директ, наверное, да, ему написать. Я понимаю, почему религия идет в интернет, потому что интернет, это и есть новая религия. Раньше мы говорили Бог в помощь, сегодня мы говорим Google в помощь. Если человек чего-то не знает, он за помощью идет не в церковь, а ближе к Wi-Fi, понимаете? И на колени мы чаще падаем к роутеру, чем к иконе. Мы слишком зависимы от интернета, слишком убоготворимы. Я думаю, что скоро уже после смерти будем попадать не в рай, а просто в облачное хранилище Google. Дети, не переживайте за бабушку, она уже в iCloud. Мы купили 30 гигабайтов места, ей точно хватит. А инстаграм будет нашим и демским садом, знаете? Там все так же. Красивые, беззаботные, идеальные люди и иногда мелькают голые задницы. А все на этом спасибо, хорошего вечера. Продолжаем и давайте узнаем, чем являются соцсети для следующего комика. На сцене Артур Петров. Привет, здрасте. Привет, добрый вечер. Слушайте, ребятки, поаплодируйте, пожалуйста, кто видел мое выступление в рассмеше комика. Все нормально. Я там не выступал. Просто проверил, что вы за люди. В основном честные и парочку балаболов. Это нормально. Обычный срез общества. Так бывает. Сейчас нужно просто проверять, с кем ты общаешься, потому что непонятно, кто перед тобой. Особенно в соцсетях, знаете? Общаешься с человеком, это какой-то образ. Что вообще? Кто он? Ну, реально нужно очень четко понимать и проверять. Ну, говорят в интернете сейчас о любом человеке можно узнать все. Вот я так не думаю. Смотрите. Вот, например, я, да? Смотрите, у меня дома жена и двое детей. И все на YouTube заходят с одного аккаунта. С моего. В итоге я подписан на такие каналы, как Свинка Пепа, Три Кота, Бои без правил, Одежда для беременных, косметика своими руками. Я очень странный тип в интернете. Серьезно, я... Такое ощущение, что мне скоро уведомление от YouTube придет. Кто ты такой вообще? Что ты за человек? У меня дома живет очень большой противник интернета, чтобы дети там сидели. Вот. Это теща. Вот. Поаплодируйте, кто живет с тещей. Блин, она говорит, что у всех так. Это я... 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 Я понял. Вечером будет разговор. Окей, я... Она, в общем, говорит, ну, в интернете опасно. Сидят там... Я считаю, я считаю, что в интернете безопаснее. Потому что... Ну, на улице так же, как в 90-х все. Серьезно. Я гуляю с детьми. Ну, это... Я недавно был на пляже. Был на пляже. Малая, три года, играется, значит, возле реки. Все нормально. Подходит малой, года четыре, пристраивается сзади, набирает песок, бросает в реку и попадает ей в голову. Я говорю, не нужно так делать. Он такой, да, хорошо, ну, типа, понял. Набирает песок, бросает в реку и попадает ей в голову. И знаете, я знаю, что чужих детей трогать нельзя. У меня брат за это сидит, да, но нет. Нет, нет. Просто нужно разговаривать с родителями, с родителями. Я кричу, чей ребенок, прибегает мамаша, я говорю, он бросает вот ваш сын, моей дочери, в голову песок. Она такая, ой, ну, он просто маленький, он бросает в реку, а попадает ей в голову. Я говорю, так может, с этим что-то нужно делать вообще? Если он стоит в реке, бросает в реку и не может в нее попасть, ты может. Я человек интеллигентный, знаете, я так не сказал. Я просто позвал старшего сына, говорю, смотри, набираешь песок, бросаешь типа в реку, но попадаешь в голову вот этому мальчику. он так обрадовался. Я сделаю это, папа вам сказал, я сделаю. Он набирает песок, такую кучу просто, разгоняется, бросает со всей дури, бросает и попадает четко в голову сестре. И тут два момента. Вот первый, или мой сын очень рано понял, что такое мужская солидарность, да, или второй момент, у моей дочери огромная голова, я просто этого не замечаю. Я, пусть такой огромной головой лучше сидит дома и становится программистом. Спасибо, у меня все, хорошего вечера. Спасибо, Артур. Мы продолжаем на сцене Good Night Club Евгений Бабков. В социальных сетях мне больше всего нравится следить за людьми постарше. У меня мама, она только открывает для себя этот мир лайков и статусов. Ей сейчас там все очень важно. Она мне пишет недавно сообщение «Сынок, поменяй аватарку». Я говорю «Почему?» Она говорит «Ну, уже лето, а ты там в шапке». Но как бы в интернете не жарко, мам, знаешь, можно. И я не знаю, что может быть серьезнее, чем переписка с мамой. Даже на веселые темы. Я ей скидываю какой-то прикол, она мне пишет «Очень смешно. Точка». Точка? Кто вообще использует точки в своих сообщениях? «Зачем ставить точку, если можно просто заблокировать человека?» Я не понимаю. Я ей пишу «Что, не смешно?» Она говорит «Нет, точка. Смешно, точка». Я подумал, я тебя обидел чем-то или что? И они все так странно взрослые ведут себя в этих социальных сетях. Мне дядя со своей страницы в фейсбуке пишет «Привет, это дядя Леша». Ну, я его сразу разоблачил. Ну, там мне догадаться было нереально. Его выдавало все. Имя, фамилия, фотография, описание профиля. Не хватало только, чтобы мне перед этим позвонили и сказали «Сейчас тебе будет писать дядя Леша». Ты не сомневайся, это он. И, заметили, сейчас такая тенденция уже пошла. Все переходят на YouTube. Все-все уже из телевизора все переходят в YouTube. Я тоже решил перейти в YouTube, но не из телевизора, а из неизвестности решил перейти. Я как стендап-комик, я решил делиться своим творчеством, выкладываю там свои видео. Я думал, у меня будет очень много просмотров, но на меня подписались одни родственники. 130 родственников подписали. Они мне в комментариях желают здоровья. Блин, у меня там все положительно. Все положительно. Там только один дизлайк и то только потому, что тетя Наташа не до конца разобралась с интернетом. И знаете, если делать вывод такой, очень здорово, что мы живем в такое интересное время, но все-таки я считаю, что интернет это дурацкая вещь, потому что в интернете никогда невозможно узнать ответ на волнующий тебя вопрос сразу же. Всю секунду никогда. Всегда надо выслушать какой-то нудеж. Ты не разбираешься в какой-то программе на компьютере, открываешь видео в интернете и там... Здравствуйте, дорогие подписчики. Рад вас приветствовать на своем канале. Сегодня я вам расскажу, как визуализировать видео в Sony Vegas Pro 12.0. Я вообще не хотел записывать это видео, но было много вопросов в комментариях. Я раньше пользовался Adobe Premiere, меня там много чего не устраивало. Ты думаешь, сука, просто скажи кнопку, ну... Потом ты перематываешь на 6 секунд и там, ну, вот так мы решили этот вопрос. Меня зовут Женя Бабков, подписывайтесь на мой канал, огромное спасибо. Спасибо Жене Бабкову. Я советую всем блогерам внимательно посмотреть выступление Жени. Да, главное, не перематывайте последние 6 секунд, там для вас самое интересное. Макс Вышинский на сцене Good Night Club. Смотрите, вы заметили, что в социальных сетях сейчас очень много негатива, да, мы замечали? Ну, я имею в виду, вот это вот все. О, выбрали на свою голову, жрать в стране нечего, он шутки-шутит, вот это вот иди отсюда, разбойник, да, что вы повылазили, уже что-то не нравится, едьте к чертовой матери с нашей страны. И это все под постом какой-то женщины с медовым спортом, с уасом, друзья. Понимаете, да, но ругань в фейсбуке, это еще цветочки, потому что я обнаружил вообще место зарождения зла на планете Земля, это чат подъезда. Там постоянно одни претензии, постоянно. Соседи, кто припарковал машину возле детской площадки? Мой ребенок дышит выхлопными газами. Мамаша, это электромобиль, то есть ты хочешь, чтобы его током долбануло, да? И так каждый день, каждый день. Поэтому мне это надоело, и я решил однажды устроить себе так называемый информационный детокс. И на один день я полностью удалился из социальных сетей. Это был выходной, я проснулся, удалил все приложения, фейсбук, инстаграм, все мессенджеры и отложил телефон в сторону. И знаете, до этого дня я думал, что я абсолютно психически здоровый человек, что у меня нет никаких нарушений там, но оказывается, у меня легкая форма апраксии. Это когда рука без воли хозяина самостоятельно делает какие-то движения, да? Вот я взял снова телефон, но так как там уже не было социальных сетей, я начал использовать те приложения, которые там есть. Я ходил, светил фонариком на кота. Потом на калькуляторе посчитал, сколько в сумме лет всем моим ныне живущим родственникам. Вызвал Uber, хоть не собирался никуда ехать. Да, очень интересно. И серьезно, жизнь без социальных сетей абсолютно другая. Простите меня за откровенность, но когда я пошел в туалет, я просидел там ровно столько, сколько требует этот процесс. И вообще, за этот день без социальных сетей я сделал очень важное для себя открытие. Вы, конечно, будете в шоке сейчас, но оказывается, день длинный. Задумайтесь, да? Ну, а потом начались проблемы, конечно, да. Чтобы как-то отвлечься, я решил посмотреть телевизор и узнал очень много полезной информации, которой в Фейсбуке вы не найдете. Оказывается, недавно в ровно прошел фестиваль меда. В этот момент моя жена вернулась с работы и говорит, Макс, ты воды набрал? Я говорю, какой воды? Макс, в чате подъезда. Написали, что воды не будет до конца дня. Ты не видел? Я говорю, Лен, я видел, что в ровно прошел фестиваль меда. И там вода есть. Там все в порядке. В общем, без социальных сетей, без воды, без желания жены со мной разговаривать, я пошел в магазин покупать воду. Телефон я с собой не брал. Магазин в пяти минутах. Ну, зачем он мне там понадобится, да? В общем, я купил воды, вернулся домой и на пороге снова поругался с женой. Потому что я забыл с собой телефон взять и забыл о том, что у женщин, оказывается, есть такая функция, называется «Ну, раз ты уже пошел». Она заключается в том, чтобы в Вайбере писать тебе то, что ты еще должен докупить. Я за этот день без социальных сетей понял одно. Понял одно, что жить без них можно. Это не тяжело. Главное – настрой. Главное – желание. Если хотите узнать более какую-то подробную информацию, подписывайтесь на мою страницу в Инстаграм. Там я веду блог. Там я веду блог, который называется «Жизнь без социальных сетей». У меня в день восемь постов, поэтому пишите комментарии, я отвечу вам в любое время суток, дамы и господа. Спасибо, Макс Мышинский. Честь имею. Что ж, двигаемся дальше. Пока звучит в основном скепсис в отношении соцсетей, но, возможно, следующий комик будет другого мнения. На сцене «Good Night Club» Денис Кораблев. Здравствуйте, добрый вечер всем. Как настроение? Все хорошо? Да? Круто. Слушайте, я подумал, что сейчас такая жизнь, что мы все зависимы от соцсетей, но девушки немножко больше. Ну, правда. Ну, вы же все фоткаете. Ну, вы же все. У вас уже пропускная способность этого пальца тысячи фото в секунду, клянусь. Паскопы тормознут, они не смогут отпечатки снять, потому что нету ничего. Серьезно, вы все выкладываете. И вы, девушки, больше зависимы, чем парни? Ну, правда? Ну, серьезно. Вот простой пример. Если вы где-то на курорте, например, в Буковеле, видите девушку, которая едет на борде дебил, ну, белочник. Нет, серьезно, но несмотря на вашу зависимость, вы делаете все гораздо круче. Серьезно, у вас все фоточки, все красивые, мы нет, мы не умеем. Это ужасно. То, что мы видели наши фотки, ну, это же максимально что-то тупое. Кум приехал. Все, это максимум, это весь наш контент. Серьезно. Зато честно, зато честно. Знаете, вот что на фотке, то и в подписи под фоткой, потому что вот в этом плане, девочкам не хватает честности. Я иногда, когда вижу красивую фотку и красивая подпись там, где любимый приготовил завтрак в постели, я думаю, ну, дописывай до конца, потому что я вчера хорошенько вынула мозг ему по этому поводу, да? Ну, правда, потому что мне не хватает романтики. Девочки, вам вечно не хватает романтики. Вы знаете, как нам тяжело? Как понять, сколько надо? Где есть дозиметр? Дай цифры, женщины. Что происходит? Ну, серьезно, вы с этой романтикой выноситесь, как героиновые наркоманы. Дядя, что по романтике? Я все... Уколи хотя бы розочка, я тебя умоляю. Я не видел ни разу девушки, которой бы хватило романтики, которая бы сказала, Степа, я тебя умоляю, хватит угомонись со своими подарками. Я хочу стирать, убирать и выплачивать твой кредит. Я тоже женщина. Такая девушка-мечта, знаете, которая топит больше за пацана, чем за романтику, которой ты рассказываешь какое-то красивое стихотворение, чтобы добиться секса. Я такая, что ты лепишь? Снимай штаны, я с утра не встану на работу. Я не против романтики, я не против романтики, но, девчонки, вы иногда там перегибаете. Есть отдельная соцсеть для романтических знакомств, Тиндер. Я туда захожу, я думаю, ну, у меня нет шансов. Ну, потому что там у девушек там такой список требований, там прям перечень, там 10 пунктов. Ты читаешь, думаешь, ты где такого мужика видела? Начинаешь читать, он должен быть добрый, богатый, заботливый, нежный, ласковый, чтобы ухаживал за мной, чтобы не бухал, чтобы вот здесь кубики пресса, чтобы был похож на Райана Госпина. Думаешь, и ходить по воде, да, на всякий случай. Но мне кажется, вот такие девушки, они обречены на вечные скитания и поиски, потому что, ну, если у нее такой список требований, ей не угодишь, она что-нибудь придумает, ты ей приведешь реального Райана Госпина, скажет, который без Оскара, да, не на помойке себя нашла, между прочим. Я недавно посмотрел розыгрыш, девушка решила разыграть своего парня, она договорилась с какими-то двумя подругами, чтобы они предложили ему секс с троем. Ну, сволочь, нет? Ну, ну, он согласился, естественно. Я, 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 ну, это подло, потому что, учитывая всю нашу мужскую сущность, ну, ну, это не честно, это подстава, серьезно, это все равно, что выронить возле цыганки кошелек, и когда она его украдет, сказать, ну, от кого, от кого, от тебя не ожидал, конечно. Подруга, нож в спину, так нельзя. Поэтому я вообще считаю, что соцсети реально для девушек, нам, парня, там делать нечего, потому что, девушки, вы прекрасны, вы все делаете лучше, если бы вас не было в соцсетях, соцсети носили бы исключительно информационный характер, мы просто знали, когда к кому кум приехал. Все, спасибо вам большое, приятного вечера. Спасибо, Денис Кораблев. Соцсети, популярность в соцсетях растет, и они притягивают все больше и больше людей. Я вот задумался, зачем, что погружение в сеть дает этим людям, что именно они там реализовывают. Ну, к примеру, вот эти самые, о которых уже не раз говорили, громкие пользователи Фейсбука, те, что не могут заснуть, пока не укажут всем остальным, в чем конкретно те неправы, пишут, пишут реально огромные гневные посты, я им поражаюсь. Регулярно тратить несколько часов в день на то, чтобы кого-то полить грязью, оскорбить, это же, видимо, должно нравиться. Да, и я очень рад, я очень рад, что люди, которым нравится поливать, и оскорблять, несколько часов проводят в Фейсбуке, а не на улице. Я к чему веду, как сказал один мой знакомый, он параноик, он сказал мудрую мысль, он сказал, что если во всем видеть вселенский заговор, жить становится намного интереснее. так вот, я посмотрел его глазами, мне кажется, что в соцсети появились не просто так, их создали с определенной целью. смотрите, пока ты в сети, тебя нет в реальной жизни. Ты вроде чем-то занят, листаешь ленту, что-то лайкаешь, дизлайкаешь, постишь, перепостишь, но по сути, это не влияет ни на что за пределами этой сети. Многие проводят там 3-4 часа в день, и даже больше. В сумме люди на несколько лет, на несколько лет своей жизни изолируют себя от общества. Вдруг я прав, и соцсети это такая добровольная тюрьма, которую не нужно строить, не нужно содержать, и куда социально опасные персонажи заключают себя сами. Нет, там понятно, там, как и в обычной тюрьме, много людей, которые попали туда случайно, по незнанию или малолетке. Друзья аккаунт создавали, я просто рядом стоял. Но главная цель соцсетей – заманить придурков. И для ловли того или иного типа придурков создана своя ловушка. Фейсбук, как мы уже говорили, он как магнитом притягивает тех, кому нравится беззаконный, можно портить другим настроение. Раньше этим людям приходилось бросать презервативы с водой на прохожих, какать по двери и убегать, да. А теперь у них появился целый мир. Целый мир, где можно какать, не убегая. Инстаграм – это женская колония. Безобидная на вид штука, да, но там тоже реализуют достаточно странные потребности. Вот если бы не было Инстаграм, представьте, что вокруг вас по улицам ходят тысячи женщин, которым во что бы то ни стало, нужно показать всему миру свою еду и задницу. А теперь... А теперь представьте, какие персонажи обитают на просторах Тиндера. С утра до ночи листая слюнявыми пальцами фотографии незанятых женщин. Нужно заинтересовать их там максимально, чтобы они оттуда вообще никуда не выходили. Если этих маньяков я еще как-то могу себе представить, то чего ожидать от людей, которым до сих пор интересно сидеть в одноклассниках? Мороз по коже. Есть те, кто там просто отбывает, а есть так называемые лидеры мнений, активные, популярные, с огромным количеством подписчиков, которые в этих сетях зарабатывают, причем очень хорошие деньги. За что им платят? Может быть, за то, чтобы они как надсмотрщики не давали заключенным расходиться? У Ким Кардашьян в Инстаграм почти 150 миллионов подписчиков. То есть своими скандалами и фото в обтягивающих платьях она удерживает в сети огромное государство. И это не просто государство, это государство, состоящее из людей, которым нравится наблюдать за жизнью Ким Кардашьян. Вы представляете такую страну на мировой арене? Саммит большой двадцатки, да. Мы прилагаем сократить ядерное оружие. Хорошо, но у нас есть условия. Какое? Должно быть немного видно соски. Ну, я просто, возможно, весьма поверхностно знаком с творчеством Кардашьян, да. Это все, что я осилил. В общем, просьба такая. В следующий раз, заходя в соцсети и просто листая ленту, подумайте, за что вы себя в этот момент наказываете. Извиняюсь за то, что отвлек вас на живое общение. Свидание окончено. Расходимся по карцерам, да. Встретимся на следующей прогулке. Спасибо большое за внимание, за аплодисменты, за смех. Это был Good Night Club. Добрых снов. Спасибо. 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 Спасибо.